сегодня 25 июня 2016 года и у нас отметка перевалила за 100 тысяч километров получил дефлекторы для окон deumatis упаковочка у нас для дефлекторов оказалось слишком огромный сейчас скрою увидите сама упаковка 1220 по длине ами дефлекторы упаковка здесь слишком огромную артикул для заказа у нас asin dk все 511 поставщик экзист точка бай для начала сам дефлектор мы стреч не снимаем что мы делаем с первым делом примеряем для того чтобы понять какие места и откуда и докуда нам обезжиривать дефлектора есть двусторонний скотч и есть потом линии сгиба здесь есть у нас уплотнитель на двери мы смело для того чтобы понять и примериться просто насаживаем на этот уплотнитель здесь вот сверху и вот здесь вот где у нас изгиб чтобы не туда куда-то заносить а именно вот до изгиба мы насаживаем но уплотнитель и вот отсюда и до сюда мы все вот эту вот сторону будем обезжиривать со вторым дефлектором то же самое определяемся откуда и докуда мы будем обезжиривать то же самое кладем его на уплотнитель смело но прям так задирает и то же самое здесь вот все отсюда и до сюда эти места полностью всю полосу будем обезжиривать берем наш обезжириватель смачиваем тряпку и начинаем работу не боимся лишнего затронуть это все-таки обезжириватель а не растворитель то же самое делаем со второй двери места откуда мы наметили мы обезжириваем опять же не боимся затронуть лишнего с противоположной стороны делаем то же самое потому что клеить мы будем все четыре последняя четвертая дверь для дефлектора с помощью малярной ленты еще будем определять место и фиксировать сейчас у нас закреплен мы положили на нашу уплотнитель конец не садился на вот этот уголок пластмассы то что на самом деле мешает немножко будем приподнимать мы немножко приподнимаем буквально на миллиметра три и фиксируем валярный ленту он у нас определен то есть мы можем приподнять и опустить сейчас снимаем защитную ленту с двостороннего скотча здесь полоску прямой полностью снимаем а здесь ленточку берем и опускаем ее вниз вон она не мешала то же самое делаем и здесь опускаем ее в хвости хвостики убираем туда теперь разворачиваем назад скотч у нас уже держит опираем наши хвостики фиксируем стороны там где мы уже скотч сняли то же самое здесь ленту малярную можно уже снимать не нужно достаем оставшиеся защитную ленту на двустороннего скотча защитную ленту на двустороннего скотча можно проглатить здесь можно снимать встреч вот и зато наш дефлектор для чего мы это все делаем особенно у тех у кого дети чтобы при открывании стекла не западал дождь не снег это если мы зимой ездим идет таким образом вентиляция окна не запотевают и это как никак защищает от попадания камней в салон чтобы не дай бог ребенку или взрослому отрядом езжающих машин из под колес не попадали камни тоже делаем самое со вторым дефлектором изначально на цепи малярный скотч ориентируем его на нашу плотните немножко приподнимаем желательно одну линию сделать с предыдущим поэтому тоже присматриваем за этим углом чтобы у нас все село шикарно и фиксируем на ленту приподнимаем прямого участка полностью ленту снимаем здесь хвостик заводим вверх и здесь хвостик заводим теперь смотрим зафиксировали этот участок и этот хорошенько прижимаем зимой если к примеру производить поклейку дефлектора там надо будет феном тусторонний скотч разогревать до градусов 30 для того чтобы он не дубовый был размягчился летом эти процедуры проще делать потому что феном ничего подогревать не надо все малярную ленту снимаем достаём защитный слой двустороннего скотча и обжимаем по всему дефлектору полосу здесь смотрим наше место которое получилось попали в одну линию рассматриваем линию скотча чтобы у нас не было никаких просветов если где-то видны просветы то там точечно доприжимаем то же самое делаем со второй стороной кто-то берет зачем-то рулетки для того чтобы наклеить дефлекторы я хоть и рулетку и взял но она не абсолютно не понадобилась после того как я понял что здесь как раз уплотнитель он и дает место для ориентира скотч у нас как видите как бы вниз уже больше мы не сделаем потому что скотч он в натяжку даже если у вас там немножко вверх то лучше его немножко даже оттянуть сделать все на свои места прижимаем края снимаю занимаем защитный слой возможно ли это сделать девушки скажу сразу когда обнаруживаешь точные неприслоение скотча двустороннего то я бы не сказал что девушки под силу самостоятельно наклеить дефлекторы ну вот к примеру если здесь внимательно присмотреться то у нас здесь скотч не полностью присел что мы делаем мы дефлектор немножко отгибаем и пальцем дожимаем наш скотч скотч ну вот вид изнутри с приклеенными дефлекторами если смотреть насколько мы можем окошко пустить у нас дождь не западал то есть с таким вот просветом можно спокойно ездить вот у нас передние двери можно кстати фонариком даже просмотреть на сколько у нас и плотненько села и дефекцию м фонариком м с м м м Субтитры создавал DimaTorzok